ТАК БОЛЬШЕ И НЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ! А? Но я же всего лишь обычный адвокат! ТИШИНА! Вы больше не достоинны зваться адвокатом! Всем привет! Вы на канале Девплей, и мы продолжаем проходить Феникса Райта. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! Итак, остаётся последний вопрос. Зачем бороться? ТЫ, Франциско фон Карма и подобные вам делают всё возможное, чтобы я проиграл. Вы боретесь до самого конца, даже когда знаете, что правда не на вашей стороне. Но я другой! Я не могу добиться неверного приговора! Не могу оправдать настоящего убийцу! Франциско борется за себя. Её волнует только серия судебных побед. И всё. И что? Разве ты не такой же? Не поэтому ли ты сбежал год назад? Потому что я прервал твой идеальный рекорд! Какой же ты мелочный! Вот как? Теперь мне понятно, за что ты меня так презираешь. Увы, но ты ошибаешься. ЧТО? Когда ты сбил меня с беспроигрышного пути, я начал обдумывать свои поступки. И ко мне пришло осознание, что так называемая серия побед ничтожна. ЧТО? Я тебе не верю. Хочешь сказать, ты из-за ЭТОГО ушёл из прокуратуры? Но тогда почему? Почему ты не верну... Почему ты вернулся? Понять это должен ты сам. И я рассчитываю, что ты успеешь это сделать до того, как судья вынесет свой приговор. А если нет... То тебе не в силах будет изменить конец этой истории. Бип-бип-бип-бип-бип. Мистер Ник, передай чек! Бип! Извиняюсь за прошлый сеанс. Итак, мистер адвокат, как вы считаете, возможно ли завтра добиться оправдательного приговора для вашего клиента? Ну и ну. Что случилось, мистер адвокат? Я не слышу вашей прежней злобы. Скажите мне, умоляю, почему вы держите моё в заложниках ради приговора для мистера Ангарда? Зачем вы? Зачем вы работаете на этого хладнокровного убийцу? Райб. Боюсь, вы меня неверно поняли. Он мой клиент. С меня довольна! Тот, кто нанимает убийцу, мало чем от него отличается. Значит, вы хотите знать причину моих действий? Да! Я называю это присмотром. Что это значит? Дело в том, что мой род известен своими честью и достоинством. Я делаю всевозможное, чтобы вина за мою работу не ложилась на моих клиентов. Это называется отношение с клиентом. И это честь моего долга как наёмного убийца. Вашего долга как... Наёмного убийца? Но в этот раз нам не повезло. И моего клиента арестовали. Вследствие этого я был вынужден заручиться вашей поддержкой. Мистер адвокат. Чтобы убедиться, что ради победы в суде, вы сделаете всё возможное. Как вас зовут? Если мне не изменяет память, я уже называл вам свою фамилию. Однако... Однако... Да! Но! Повторюсь. Меня зовут... Декиллер. Малеск Декиллер. Малеск Декиллер? Даже не думайте меня обхитрить. Декиллеры всегда держат своё слово. И если вам не удастся выполнить оговоренное... М... Мая! Мне придётся обеспечить ей вечный сон. Аааааа! Не-е-е-ет! А сейчас прошу извини. Мне не хотелось бы, чтобы кто-то попытался отследить мою частоту. Мяу! Бип В смысле, а там разве не пишется, на какую частоте вы разговариваете? Хе-хе-хе, ладно Мистичная Майя Мистичная Майя Я... Я не знаю, что сказать Эджвард А Ты это слышал? В конце Мяу Что? А это похоже на кота Кота? Не может быть Кот Не тот ли? Что? Думаю Я знаю, где Малеск-де-киллер держит Майю Эджвард Прикажи немедленно окружить особняк Ангарда А? Понял И сам поспеши Не теряй надежды, мила Бой только начался Да-да Погнали а куда гоним вестибюль гостиная 22 марта особняк ангарда гостиная моя умоляю ответьте нам мистичная моя мы перекрыли все входы и выходы ему от нас не скрыться полагаю он все еще находится в здании поверить не могу все это время да киллер был прямо перед моим носом в роли дворецкого он и работали все это время подозреваю они заранее составили планы следовали ему нет изучить так медведь ухты деревянный мишка но на нем почему-то так много надсечек окей хорошо 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 мишка но разве их собирает не мистер каррида откуда ему здесь взяться рай смотри сюда в этой двери проделали дверцу для животного а это наверное для все думаешь этого медведя просунули через эту дверь двери заперта но мне уже не впервые выломать двери а навалились эджвард бам бам хрязь здесь тоже никого судя по обстановке комнаты предположил что это личная комната ангарда смотрел рай антона для принятия радиосигналов и видео магнитофона проверь кассета приемник если мы найдем кассету она может стать очень важной уликой особенно если на ней будет записано когда киллер убил мистера кориду да конечно кассета там будет неделю торчать увы но кассета приемник пуст кассета внутри нет не может быть но кто-то использовал это оборудование для записи я в этом убежден похоже что злоумышленник сбежал от нас прихватив видео кассету хорошо давай изучать первое что я увидел этот большой телевизор со стереосистемой увидела бы это моя сказала бы я бы умерла от счастья если бы смогла посмотреть стального самурая на таком телике она именно так и сказала да так бы и сказала черт поверить не могу что я так пошутил про моё при каких-то обстоятельствах это все смотрели антенна видео магнитофоны и антенна видеокамера которая снимала номер хуана корида транслировала запись сюда а видео магнитофон сохранял ее на кассете а она бы нам точно пригодилась надо это компьютер ангарда моя почему ты не включила его и не послала весточку могла бы и по весточку мистер ник а где а где эта штука включается а теперь понятно она просто не смогла его включить потому что баба момент очень маленький столик боюсь об заклад он не выдержит вес от трех мел мистер ник я бы я одна не стала сидеть на столе о какой просторный диван бьюсь об заклад в нем хватит места для десяток мел а мистер ник бьюсь об 10 боюсь десяток меня здесь не поместится чё за шутки блин за 200 в этой большой двери есть и дверца для сил я уверен это моя просунула его для меня иначе быть не может все улики какие-то мне оставляла всегда оказывались решающими в суде а и это тоже нам поможет я знаю ладно я не могу прочесть им все названия на этих кассетах но и здесь их целая коллекция похоже ангард записывал все программы в которых участвовал так кажется все осмотрели так ничего не пропустил да вроде нет венный погреб мы обыскали каждый угол но похоже что он ушел прости прости похоже ему как-то удалось сбежать мы упустили единственную ниточку рано сдаешься этой маленькой девочке понадобится твоя опора да ты прав я и сам уверен что мы близко полицейские уже цепили все блокпосты на всех выездах из района остальное предоставь нам мая давай изучим что картина на земле делает женщина на этом фото похоже на мисс инпакс с любовью селеста мисс инпакс неужели да это бывший менеджер хуана но откуда фотография мисс инпакс взяла и здесь в особняке мистера ангарда и почему она подписана с любовью может пригодится в качестве улики окей а что такое мило можно я посмотрю на фотографию что что такого в этой фотографии там сзади там сзади что-то написано мая это почерк мистичной мая она оставила нам послание что я знала ник знала что ты придешь а теперь прошу тебя добиться для ангарда обвинительного приговора если из-за тебя этот мерзавец выйдет на свободу я тебе этого никогда не прощу за меня не переживай со мной все в порядке так много хочется тебе рассказать но боюсь и меня не так много времени миле надеюсь ты тоже здесь помогай нику во всем чем можешь хорошо кто-то же должен приглядеть за этим беспомощным дурнем что ж на этом все ник надеюсь еще поговорим неужели она что такое почему застыл а ничего мы обыскали весь дом кроме этого подвала похоже он все же ускользнул от нас эджвард что думаю мы собрали все возможные улики но осталось еще кое-что и что же психологический замок мисс эндрю если бы я только знал что она скрывает может тогда мне будет легче завтра раскрыть это дело и наконец-то выяснить правду кажется я догадываюсь о чем ты думаешь сейчас уведомлю изолятор спасибо аджвард ну пошли мило осталось открыть последний замок 22 марта следственный изолятор комната для посетителей добрый вечер мистер райд что с вами на вас лица нет мисс эндрю я пришел разбить ваш психологический замок я хочу узнать вашу тайну и вы ее раскроете ладно вперед попробуйте сломить меня если сел хватит само собой погнали зачем его подставлять пожалуйста расскажите зачем вы подставили мистера ангарда сколько раз я вам уже это повторила потому что я считаю что это и есть убийца не дело не в этом я знаю что вы по личной причине ненавидите мистера ангарда мисс эндрю не пытайтесь этого отрицать я помню что вы тогда сказали вы хотели отомстить значит по вашему я хотела отомстить матом бессмыслица какая-то мне не за что и некому мстить мисс эндрю женщина которая зависит от других значит в ее прошлом есть что-то или кто-то за кого она готова мстить ну по моему это слишком очевидно где она вот она селеста только одно могло вызвать у вас жажду мести это самоубийство мисс энпакс что вы хотите этим сказать селеста была менеджером хуана более того прощальную записку мисс энпакс также спрятал хуан при чем тут вообще мэтт вы правы кажется что он тут ни при чем но это не так давайте разбираться если вы ненавидите мистера ангарда значит он как-то связан с мисс энпакс и ее самоубийством скажите как же связанная селеста и мэтт нет так и я чуть немного не понял Нет А, это, наверное А, не, а, во На нахуй Это, это фотография Мисс Инпакс, я прав? На ней она выглядит гораздо моложе, чем когда оставила этот мир С... С любовью, Селеста Это почерк Мисс Инпакс, верно? Где вы нашли эту фотографию? Нет, не отвечайте Это был риторический вопрос Да, всё верно Я нашёл её в особняке мистера Ангарда После стольких лет Мой последний секрет раскрылся Она была любовницей Ангарда? Зачем его подставлять? Селеста и Хуан должны были пожениться Да, но свадьба в итоге не состоялась Потому что мистер Кареда передумал на ней жениться, верно? Да И всё из-за Мэтта И из-за мистера Ангарда Что вы имеете в виду? Кажется, я понимаю Селеста Когда-то работала менеджером у Мэтта Тогда счастливее неё в мире никого не было Я тогда работала на полставки И периодически видела их вместе Так, вот почему На рамке написано С любовью Селеста Они любили друг друга Они любили друг друга, да? Увы Всё это Всё было не так радужно Селестой играли Манипулировали А потом Выбросили как игрушку Это так ужасно Весь имидж Мэтта Строится на том Какой он милый И чудесный парень Один скандал Мог его подорвать И Селеста Подобратья душевные Перешла в киностудию Тотал Там она познакомилась С Хуаном Казалось С ним она чувствовала себя Даже счастливее Чем с Мэттом Селеста и Хуан Идеально подходили Друг к другу И уже было Начали готовиться К свадьбе Но потом Всё внезапно Отменилось В один вечер Хуан объявил Об отмене свадьбы А Селеста Покончила с собой Поэтому я Подставила Мэтта Я хотела Отомстить за Селесту И за себя Месть Уверена Даже вам Мне трудно догадаться Почему Хуан так поступил Я права Потому что Мэтт рассказал Хуану О своих отношениях С Селестой Ну Собственно И чё Блин Не Ну серьёзно Какая разница Кто я раньше Шпёхал Ну блин Все Кого-то Шпёхали Раньше Ну В основном Типа Ну 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 Ладно Так Вот Что Произошло Ну Тогда Почему Мистер Кареда Передумал Жениться Я Я уже Я уже Совсем Ничего Не Понимаю Видимо Всему Виной Его Никчёмная Гордость Хуан Хуанам Отлично Соперничали И ничто Не могло Их Примирить Мэтт Ждал Когда Хуан Объявит О помолвке И рассказал Ему Всё Он Ждал Случая Чтобы Как можно Сильнее Ранить Его Ну По-моему На месте Хуана Если Они Соперничали Как раз Намного Выгоднее Предъявить Тому Зырь Я Твою Дырку Бывшую Ебу А Лох Бедная Мисс Инпакс Но Это Ещё Не Всё Я Уверена Селеста Оставила Прощальную Записку В ней Она Должна Была Написать Всё Про Мэтта И его Тёмные Дела И Чтобы Ничего Не Смог Ей Сделать Селеста Выбрала Смерть Потом Хуан Обнаружила Ей Тело И Спрятал Эту Записку Но Зачем Он Это Сделал Всё Просто Хуан Понял Что Эта Записка Мощнейшее Оружие Против Мэтта Из-за Нее Он Перестанет Быть Свежим Как Весенний Ветерок В Любом Случае Произошедшее Задело Хуана Заживое И Он Решил Отомстить Отомстить? Снова Это Слово Хуан Решал Решил Придать Огласке Содержимое Прощальные Записки Причем Тогда Когда Это Ударит По Мэтту Сильнее Всего Разумеется Ага То есть Во время Пресс-конференции Я знаю Потому что Хуан Сам Об этом Рассказал Ради Этого Я И Сблизилась С ним Эти Мерзкие Чудовища Стояли Друг Друг Они Даже Смогли Использовать Смерть Селеста В своих Играх Тем Вечером Когда Я Нашла Тело Хуана Я Сразу Подумала Что Это Дело Рук Мэтта В конце Концов Они Постоянно Следили Друг За Другом После Этого Я Начала Разыскивать Прощальную Записку Селесты Я Хотела Ее Уничтожить Пока Она Не Утекла В Прессу А Какая Уже Разница Мне Хотелось Сжечь Ее Для Этого Я Даже Принесла С собой Зажигалку Но У Меня Таки Не Получилось Найти Ее И Тогда В Моей Голове Созрел План Да Я Решила Жестоко Отомстить Эм Обоим Они Оба Виновны В Смерти Селесты Когда Я Вонзила Нож В Грудь Хуану Я Не Чувствовала Ни Капли Вины О Больше Мне Нечего Добавить Ого Ну Что Мистер Райт Зная Это Вы Продолжите Защищать Этого Человека Я Должен Я Адвокат Ясно Отвратительная Профессия Большое Спасибо Что Уделили Мне Время Ерунда Я Все равно Уснуть Не Могла Вряд ли Я Теперь Сам Смогу Из-за Майя Из-за Правды Продолжение Следует Да Давай Сохранимся Кого Хороним Бля Почему Именно Я Довольно Вам не Суждено Убегать Вечно Мистер Феникс Райт Вот Как я угадал С голосом Что Чем Я Провенелся Так Больше Не Может Продолжаться А А Я Всего Лишь Обычный Адвокат Тишина Вы Больше Не Достоины Зваться Адвокатом Че Сейчас За Готов Вар Был Ёбаный Кратос Однажды Мне Уже Снился Такой Сон Как Будто Это День Был Предопределен Судьбой И Сегодня Я Выступлю В суде В качестве Адвоката Чтобы Добиться Оправдательного Приговора Для Убийца 23 Марта 9 43 Окружный Суд Вестибель Подсудимых Номер 3 Бип Алло Феникс Райт У аппарата Плохо Выглядишь Чувак Ты Ведь Докажешь Сегодня Мою Невиновность Бип Хе 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 Блять Откуда Он Опять Вискарь Достал Сука Почему Я Так Не Умею Алканьер Ты Ли Это Ты Аж Постарайся Мистер Адвокат Дело Не Только Во мне От Приговора Также Зависит Жизнь Твоей Дорогой Подружки А Теперь Прошу Тебя Добейся Для Ангарда Обвинительного Приговора Если За тебя Этот Мерзавец Выйдет На свободу Я тебе Этого Никогда Не Прощу Майя Феникс Феникс Бибия Как Как Там Майя А Вот Как Там Майя Узнаем Уже Явно Не Сегодня А На этом Будем Заканчивать Всем Спасибо За Просмотр И Всем Пока Субтитры